Захарова Здесь жители и гости округа могут отдохнуть душой и телом, насладиться красотой природы или посетить исторические места с экскурсией. Олеся Беляева проживает вместе с семьей недалеко от усадьбы. Регулярные прогулки по пушкинским местам для нее уже традиция. Часто гуляем в этом парке, часто прогуливаемся по этой дорожке здесь. Мне очень нравится здесь свежий воздух. Поэтому дети у меня обожают здесь гулять. В следующем году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Пушкина. К этой дате музей готовится основательно. Идут работы по благоустройству. Гулять по историческим местам станет еще удобнее. Реконструкция тропиночной сети в разгаре. Вместе с жителями ход работы проверил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Во всех новых парках мы разделяем дорожки для пешеходов и для тех, кто занимается спортом, чтобы всем было комфортно. На территории парка построили новый павильон. Здесь проводят мастер-классы для детей, а в зимнее время откроют прокат коньков. Планов у сотрудников усадьбы много. В том числе разнообразить развлекательные программы и наладить сотрудничество с туристическими организациями. Это раньше. Играть в баскетбол и тренироваться в поселке летний отдых было негде, говорит местный житель Андрей Иваницкий. Теперь там появилась новая спортивная площадка. Начали перестраивать вот эту территорию. Мы все с ребятами. Ну, как раз-таки подумали, что построить здесь спортивную площадку. Так оно случилось. Построили тренажер прекрасный. Кольцо поставили. Ну, все отлично. В следующем году парк Захарова тоже станет спортивнее. В планах обустройство волейбольной площадки, скейт-парка и зоны воркаута. Карина Еряшева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».